Сегодня я предлагаю совершенно уникальную экспедицию в формате лекции, лекцию в формате полета в космос. И летать мы будем ни много ни мало, как с одним из героев Фёдора Михайловича Достоевского, который является главным героем одного из его поздних рассказов «Сон смешного человека». Ну, казалось бы, вот и само название рассказа, и даже жанровое его определение «Фантастический рассказ». Он как-то и сразу нас ориентирует на такую абсолютную нереальность происходящего и так далее, и так далее. Ну, на самом деле для меня это очень серьезный материал. В первую очередь к размышлению и не первый раз говорю о том, что это абсолютно уникальный рассказ, и над ним размышлять, размышлять, размышлять. И вот сегодня вашему вниманию я предлагаю оригинальную версию прочтения данного рассказа. И как мне видится в свете нынешних научных открытий, наших знаний и сближения вот этого духовного пласта с научным, в том числе и религиозным, это просто неминуемо. Мы опричены на это. Вот на сегодняшний день можно действительно сказать, что наконец-то происходит воссоединение духа и разума, а заодно и сердце, ум сердцем, не в воду. Вот я так думаю, что сегодняшняя лекция будет довольно убедительным аргументом и может быть где-то лептой вот в это благое дело. И, конечно, наш любимый, досточтимый и сейчас очень популярный, востребованный Фёдор Михайлович нас будет направлять в пути к истине. Нет, я бы так сказал. Суть моего доклада заключается, в общем-то, как раз в одном единственном слове. Сириус, Сириус, Сириус. Ну давайте вот я пока так скажу. Вот выдуву на свой грудь. Текст. Это Сириус? Нет. Это та самая звезда, которую ты видел. Я надеюсь, видя просто знакомую медицинскую аудиторию, что большинство из вас знакомы с содержанием позднего рассказа Достоевского «Сон смешного человека». И наверняка вы помните вот самый сюжет. И, собственно говоря, вот эта деталь, которая остается лишь вот одномоментным таким пунктиком. Это Сириус? Нет. Это та самая звезда, которую ты видел. В чём фишка моего доклада? Если вы помните вот этот момент, когда он уже во сне застрелился, ну вот, может быть, в этом вся фантастика и заключается. Да? Что он как-то умудрился не воплотить свой замысел в реальность, застрелиться, а предварительно перед этим сначала мудрое решение. И вот ему снится сон. И, по сути, когда он уже оказывается во гробе, как Эрдион Раскульников, только тот алегорический, так вот он и сказательный, «Откульт Херия Александровна говорит, твоя комната на троп похожа». И потом ему, Сонечка Мармеладова, читает фрагмент о воскрешении Лазаря. И действительно, Раскульников духовно где-то в перспективе воскресает. Но надо учитывать преступление и наказание. Это всё-таки первый роман по технижиям. Он смешного человека. Это поздний рассказ. Это уже конец 70-х, вот создание, вот уже в конце жизни он помещен в дневник писателя. И, конечно, нельзя так легкомысленно относиться к поэтическим текстам Достоевского и воспринимать их как сюжетную часть. Это всегда результат колоссальной интеллектуальной, духовной, философской деятельности, сердечной, душевного страдания. Ну, это действительно такое по жизни вынесенное знание, которым уже трудно назвать верой. Он действительно постигает истину, которую, по утверждению героя, Сон смешного человека, постигает и сам герой. И вот я всё-таки позволю себе цитату. Я взвал и смог. Целую минуту продолжалось глубокое молчание. И даже ещё одна капля упала. Но я знал, я беспредельно и нерушимо знал и верил, что неизменно сейчас всё непременно, сейчас всё изменится. И вот вдруг разверзлась могила моя. То есть я не знаю, была ли она раскрыта и раскопана, но я был взят каким-то тёмным и неизвестным мне существом. И мы очутились в пространстве. Я вдруг прозрел. Была глубокая ночь. И никогда, никогда ещё не было такой темноты. Мы неслись в пространстве. Я не спрашивал того, который нёс меня, ни о чём. Я ждал и был горд. Я уверял себя, что не боюсь. Я не помню, сколько времени мы неслись. И не могу представить, завершала всё так, как всегда во сне, Когда перескакиваешь через пространство и время, И через законы мытья и рассудка, И останавливаешься в межтаточках, о которых кризис сердца. Я помню, что увидел, увидал в темноте одну звёзду чёрных. Это Синерус, спросил я, вдруг не удержавшись, Ибо я не хотел ни о чём спрашивать. Нет, это та самая звезда, которую ты видел между облаками. Возвращаясь домой, отвечал мне существо, уносившее меня. Я знал, что оно и не было, а велик человеческий. Это текст. Но вот теперь я не буду возвращаться к самому тексту. Теперь перейдём к нашей оригинальной интерпретации Вот этого фрагмента. В общем-то, он меня весьма заинтересовал по многим причинам. Но вот предлагаю вам, что у меня на сегодняшний день сложилось. Да и всё мы ввели существующей научной литературой. Об этом произведении писателя нигде не обнаруживается пристального внимания к этой детали. Однако, как видится, это одно из самых потрясающих художных открытий Достоевского и не только для его эпохи, но и для современного читателя. Уникальность феномена творчества этого автора Именно в том и заключается, что оно аккумулировало в себе богатейший духовный опыт. Объективную экспериментально-научную практику В первую очередь в психологической антропологии и мистическое так предвидение. Гуманитарии не придают особого значения этому текстовому фрагменту. В силу профессиональной исследовательской погруженности в другие пласты поэтики и проблематике. А те же астрофизики вряд ли станут всерьез заниматься исследованием творчества Достоевского. Так что же такое «Силью для Достоевского»? Вот давайте я делаю подробочку такую из Евгении нашей любимой. И вообще, как сочетается «Силью» с литературой? Великолепно сочетается. У кого угодно, где угодно. Самым древнейших времен. Только не состоит. Вот ни в одном списке этого рассказа нет. Вот, посмотрите. Я вам предлагаю огромнейший список от древности до фэнтези современных. Силью, Силью, Силью. Вот, пожалуйста. День мы только не обнаруживаем. И пошло и среди языковые, и эпоха возрождения, и эпоха просвечения. И современные. А современные просто вот идут, идут, идут. Я не буду перечитать, потому что тут просто слишком много времени на это. Вот, пожалуйста. И 1994 год в романе Тома Рубинса «Сонные глазки» и пижаму «Бегушечку» Тома Рубинса «Бегушечка» и пижаму «Бегушечка» и пижаму «Бегушечка» и пижаму «Бегушечка». Вот, в серии романов Сергея Лукьяна «Бегушечка» и пижаму «Бегушечка» и пижаму «Бегушечка» и пижаму «Бегушечка» и пижаму «Бегушечка». Вот, это данные современной литературы. Литература виден, ну, в общем-то, в списке. Приведенные данные, безусловно, в справочный характер. Но, обращать на себя внимание тот факт, что в представленном списке просто сон смешного человека отсутствует на плече. Вообще, феномен «Сириус» является одним из самых загадочных и востребованных в различных религиях и культурах. Вот здесь тоже у меня такие справочные данные. Но, с учетом, что мы говорим сегодня все-таки о геруре Тостоевского, то меня лично гораздо больше интересует именно этот момент. Почему все-таки вот «Сириус», почему я так настаиваю на этом. Вот, это мы можем просто посмотреть. А теперь обратимся к научному факту. Вот теперь как раз мы переходим к тому серьезному материалу, который дает мне основания говорить о том, что Достоевки уникальны, совершенно уникальны. И, конечно, его пророчества были для его современника непостижимы. Он предвосхитил то, что даже для XX века было еще в диковинку, в новинку. Может быть, и отсюда вот такое упущение, скажем, литературоведов, не обращение к этой теме, вот к этой фишке, я бы так это назвала, Достоевского, к одному из самых поражающих, поразительных его открытий, к которому, как мне видится, он пришел вполне закономерно. Не на уровне сновидений, не на уровне какого-то, знаете, такого поэтизированного своего мышления. Вот смотрите, что такое Сириус. Это звезда, ярчайшая звезда ночного неба. Сириус можно наблюдать из любого региона Земли, за исключением северных ее образцов. А теперь, посмотрите, в каком году сделано знаменитое открытие 1844. Уж кто-то, а Достоевский, будучи гением изначально и обладая вот этой пытливостью ума врожденной, конечно, не мог не интересоваться этим открытием. И здесь, когда это получило, ну просто, озвучку колоссальную, это же действительно открытие великое, когда Версель обнаружил, что траектория движения Сириуса периодически, хотя и слава, отклоняется от прямолинейной. Проекция на небесную сферу, она представляла собой странную, волнообразную кривую. Собственное движение Сириуса весьма значительно и составляет 1,3 угловых секунды в год. Поэтому, отклоняется от прямолинейной траектории, да, отклонение было, возможно, зафиксировать за сравнительно небольшой период наблюдений. Вот. Ну, видите, пошла большая астрофизика. И если вы поинтересуетесь, полюбопытствуете, пусть не настолько, насколько любопытен был Достоевский, то сами удивитесь, насколько эта звезда оказалась для нас таинственной, загадочной. И вот что еще удивило меня лично. Ведь она-то двойственная, то есть одна планета крутится вокруг другой. И вот эта двойственность в творчестве Достоевского, его двойничество. И когда мы понимаем, что задается вопрос вот этим героям, смешным человекам, и говорят, это Сириус, ведь существо ему отвечает, нет, это не Сириус, это звезда, которую ты видел. Но если планета Сириус сама является двойственной, фактически неразрывно существует с планетой, с другой, и та планета, на которую попадает смешной человек, оказывается в твоей консельбии, а у нас тут тоже есть вот эта двойственность. И фактически он видит тех же самых людей, тех, кто не тех. Вначале он видит, вот, это райское блаженство. Это действительно то состояние людей, в котором они испытывают постоянную гармонию, счастье. Любовь, вот основа жизни на этой планете, из появления священного человека. И вот когда я меняла фрагменты, эти люди становятся несчастными. Он принес со своей, то есть с нашей планеты, земля, вот этот вирус ненависти. Как он говорит, я каким-то образом развратил. А теперь еще один момент. Вспомните сон Раскодникова. Вот эпилоп, когда уже, когда он на кадр, не видение. Вот эти трехины, разумные существа, когда люди еще никогда не считали себя настолько умными и знающими, как зараженные этими трехинами начались войны. Начался ужас. И вот та счастливая планета, которая жила много-много лет до появления смешного на этой планете, в конечном итоге, оказалась на грани конца вот этого света. Апокалипсис, Готум. И, переходя уже, опять-таки, к этому нашему, ну, буквально, я вам дала какие-то сведения о Сибириусе, как планете, да? Вот. И, конечно, здесь мне хотелось бы обратить ваше внимание, что Достоевский-то оканчивал военное, инженерное училище. Поэтому с астрофизикой он был знаком не так, как мы с вами. А изучал ее очень серьезно. И, может быть, в этом как раз он был гораздо фундаментальнее образован, и не случайно он говорил, «Шевахават я в философии». А мы как раз-таки воспринимаем Достоевского как художника, как писателя, как мастера словомыслия, как философа и как психолога. А он говорит, что «Шевахават он в философии». А в чем он не шевахават? В своем фундаментальном образовании. Математика, астрофизика и так далее. И вот, конечно, это пристальное внимание к этой планете-двойнику наверняка не случайно. Во-первых, Достоевский ничего не делает без самоэксперимента. И даже если он называет количество шагов Раскольникова и в какое время он поворачивает в тот или иной переулок, предварительно им все исследуется в обязательном порядке. В Петербурге великолепно проводится экскурсия для школьников, где их как раз-таки ведут вот по этим улочкам, закоулочкам. И действительно оказывается, что все совпадает, все совпадает. Так вот насчет снов. Я убеждена, что ни одного сна, который так или иначе появляется в пространстве творчества Достоевского, в контексте его произведений нет вымышленного. Это все продукт его собственного сознания, его собственных переживаний и, скорее всего, его собственных снов, в том числе сон смешного человека. Возможно, мое предположение можно аргументировать, если еще поискать все-таки заприсяк в архивах, Достоевского, я просто специально этим не занималась. Но я убеждена, что и все видения, галлюцинации, сны того же Ипполита Делитина, того же князя Мышкина, Раскольникова, это все переживания самого автора, который он потом уже воплощает. Да по-другому большой художник и не может работать. То же самое касается сна смешного человека. И, конечно, когда он в конце уже делегирует, наверное, это воззвание своему смешному человеку, герою, то делает это тоже вполне сознательно и знает, о чем говорит. Кстати, по последним научным сведениям, в настоящее время Сириус приближается к Солнечной системе со скоростью 7,6 км в секунду. Поэтому со временем видимый блеск звезды будет медленно расти. Ну, Энштейн тогда рассказал, да, что вот скорость света и так далее, и так далее. Благодаря этому мы видим даже наши провожки, вернее, и наши звезды нет, а мы их видим. Ну, и наши, и наши провожки нет. Вот еще один фрагмент, на который я хотел бы обратить внимание. Скорее всего, для Ностоевского факт открытия второй планеты, вот о которой я говорила, Сириум Бе, послужило в его творчестве катализатором для дальнейшего осмысления, а, возможно, и буквального откровения во сне художественно воплотившегося в самом рассказе. В таком случае, образ планеты, на которую попадает смыльбурь смешной, нужно рассматривать не как двойника Земли, а наоборот. Ведь двойник по Достоевскому – не лучшая часть героя. А лишь его подобие, а значит, источник информации о зле, которое герой обязан преодолеть своем сердце, думается, сама звезда вызывала особый интерес писателя и в связи с фрагментом из Корана, с содержанием которого он был хорошо знаком и уважительно относился к этому священному тексту. Экземпляр на французском языке был в личной библиотеке Достоевцев. И вот, пожалуйста, Сура – звезда. Истинно он, то есть Бог, Господь, Сириус. И, в общем-то, я сейчас не говорю о конфессиональных различиях, о ревьюзных взглядах Достоевского. Это как раз-таки его нападение на католицизм постоянно, что католицизм и нельзя рассматривать как положительную религию. Это больше антисвитянская религия. Вот в его диалогах мышкина, если мы к ним обратимся. Здесь, конечно, догматика, художественная догматика Достоевского полностью совпадает с догматикой нашей церкви. И не случайно такой пристальный интерес и внимание и в том числе отцов церкви к творчеству этого писателя. Потому что действительно на сегодняшний день творчество Достоевского совершенно уникальное. Оно смогло совместить вот этот пласт художественный, поэтический, религиозный и сугубо научный. И только, мне кажется, сейчас наступает момент из-за настоящего прочтения текстов Достоевского. Может быть, даже не сейчас, может быть, еще дальше в будущее. Но лишь сегодняшний день нам приоткрывает еще какие-то завесы, еще какие-то тайны в творчестве Достоевского. И, конечно, я убежден об этом, мы еще и через двадцать, и через тридцать, и, может быть, через сто лет будем удивляться этой бездомности откровений, которые приходили к этому день. Ну вот, на сегодняшний день я этим материалом готов и делюсь с вами. Это довольно оригинальная подача той деталью и художественной, которая, на мой взгляд, может быть, и является ключом расшифровки всего творчества Федора Михайловича. Ну, я думаю, на этом я завершу свою лекцию и, конечно, ответю с радостью на ваши вопросы, что вас заинтересовало. Если вас заинтриговала моя лекция, я буду очень рада. Во-первых, я надеюсь на то, что вы сразу припишите и прочитаете рассказ, если вдруг он у вас еще не прочитывает. И с учетом, что это позднее творчество, вы беря смыслите, по-новому, те идеи, которые для вас уже кажутся очевидными, раскрытыми, открытыми. На самом деле, Достоевского можно перечитывать и пять, и десять, и сто раз. Но он всегда будет прочитываться, по-новому. Вы все равно что-то вот в какой-то детали увидите новое. Да это же совсем вот по-другому, это еще глубже, это еще глубже. На самом деле это так. Это как Библия. Можно беспрестанно ее перечитывать и каждый раз постигать, постигать, вытягать эту глубину, и нет предела этому постижению. Тайна все равно останется тайной. Ну, на том нам должна въехать. И Достоевский как раз-таки вот сумел расширить веру до горизонтов знаний. Зайти за этот горизонт. Нам пока туда, наверное, входит. Может быть, воспрещу. Может быть, мы просто медленно идем. А может быть, мы просто передвигаемся не в той плоскости. Он-то шел по вертикали, а он все по горизонтали, да по горизонтали. А вот если и человек задает себе вот такой крутой ход духовный, безусловно, какой задан был Достоевский самому себе, то горизонт, конечно, расширяется гораздо быстрее. И он видел, как говорится, мне сверху видно, все это так и знает. Вот действительно сверху-то леднее, горизонт расширен. Вот как раз вертикаль Достоевского и позволяла ему заглянуть туда, куда нам пока что. Не собственно, но заглянуть. Мы только верить можем. А я Достоевскому верю. Верю. Поэтому и воззвание князя Мышкина, и глубочайшая вера Суни Мармеладовой, которая говорит о чем была. Я безмерно была. Как-то раз в униках. Да, я вижу. Вот, да. Вот, самое такое. Один из самых чистейших. Вот, пожалуйста, что там о чем это? В чем? В истину. Вот герой «Сон смешного человека», он же о чем говорит? Пусть это был только сон, но я видел истину. Человек по определению не обладает вот этим потенциалом, где он может сказать «да, я прав». Да, я знаю истину. Нет. У каждого правда своя. Если бы все жили в истине, ну так вот, сначала мы бы только видели, вот так бы мы и жили. Но герои Достоевского идут к ней через тернии, через страдания, испытания. И когда умирающий мальчик, братик Карамазов, брат старца за силу, говорит, жизнь есть в районе, и все мы в районе, которые мы не хотим узнать того. А если бы захотели, то тотчас же наступил на всей земле рай. О чем он говорит? Конечно, вот мы... О том рае, который вокруг нас. Рай внутри нас отдаем. Вот об этом и говорят герои Достоевского. И когда человек открывает этот рай в себе, тогда постепенно открывается ему эта истина. Он приближается к ней. И смешной человек пусть во сне, но он опрел эту истину. Если бы в начале рассказа он отталкивает эту маленькую девочку, то в конце рассказа, просыпаясь и увидев эту истину, и прозрев духовно, он говорит, и я пойду и буду проповедовать тому, что я теперь точно знаю, что такое истина. А девочку эту я найду. Ну, пожалуй, все. Я благодарю всех за внимание. Ну, у нас наша аудитория как-то не возникло вопросов. Есть вопрос. Как вы считаете, это были неосознанные сны его, Достоевского, или он управлял реальностью во сне? Ну, вы знаете, я боюсь, слишком меня так плево взносите в моих каких-то интеллектуальных способностях. Не знаю. Он мистик был. Я вам честно скажу, я тоже мистик. И когда говорят, Достоевский пророк, Достоевский ясновидящий, да, наверное, у него была особая миссия. На мой взгляд, он действительно был поспальный. Да, наверное, это вот может быть один из единиц поспал и судьба ему поэтому была дана очень трудная. Нереально трудная, совершенно фантастическая судьба. Но это не случайно. Поэтому, как мне видится, сны действительно были пророковщики, мистические. И именно их он предлагал своему читателю как сны своей герои. Ну, а как вот по-другому воспринимать вот эти сны галлюцинации видения Ипполита Дилитина, эти татаранды, вообще критические существа, да, или как воспринимать сны Раскольникова, а как по-другому, или вот это видение Средигайлова, как мистические такие видения, я, и как в ней видится это все рефлексия самого Достоевского пережитого ее самим это очень трудное погружение в темноту, ведь учитывать его было перед еще и этот фабрин ему очень трудно давалось его собственная экзистенция в этом мире между реальностью и нереальностью это действительно существовало нескольких изменений в существовании в одном лице во сне он видел другую реальность фактически да мне кажется да вот когда Сергей Гайлов задает расходнику вопрос как вам видится Родион Романович к нему приходит а черт Ивана Караманова вернусь к Сергей Гайлову как вам видится вот я вижу Марк ван Бюн а не является ли болезненное состояние лишь тем состоянием когда человек уже отменен от реальности и граница стирается между реальностью и другим миром и реальным и болезненным состоянием человек имеет такое способное перемещаться в этих реальностях то же самое чего-то ванно краница с кем он общается у медики скажут да это локоперсонация там обставать можно душевная болезнь для меня душевная болезнь это душевная болезнь болезнь у медиков этого как-то по-другому лечится но если он душевно болезнь то значит он бесновой значит надо идти в храм а не в психиатру психиатру конечно тоже не повредит но по сути зачастую это одно и то же понимаете вот эта бесноватость на самом деле видите посмотрите что с нашим миром сейчас происходит почему мы говорим постоянно вот о том что действительно мир сошел с ума мир сошел с ума достойно убежден что алкоголитические времена уже давно поступили а уже медленно но верно и с ускорением приближаемся надеюсь в такси вернее не мы а Иерусалим Небесный приближается к схождению на землю будем надеяться уповать и вернуть и я еще раз благодарю его и призываю читать и почитать Федора Михайловича настоящее спасибо спасибо